Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и я продолжаю регулярные выпуски рубрики «Камчатка день за днём», рассказывающие о том, как в разные дни и годы века минувшего жил наш полуостров. Эти выпуски я готовлю на основании старых документов и не менее старых газетных публикаций, в основном советского периода. И, Боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Сегодня мы узнаем, что происходило на Камчатке с 25 ноября до конца 11 месяца в различные годы 20 века. Итак, мы начинаем наши увлекательные краеведческие изыскания. 25-й день октября 1942 года. Корреспондент «Камчатской правды» Овсянникова передает по радио из Озерной, что в клубе центральной базы Озерновского комбината была поставлена пьеса лауреата «Сталинской премии Константина Симонова «Русские люди». Это точно. Коллектив «Драмкружка» в составе 22 человек под руководством товарища Симакова, отдавая весь досуг работе над пьесой, подготовил ее в течение октября месяца. Общее впечатление о постановке у зрителя хорошее. Сбор в сумме 1200 рублей коллектив «Драмкружка» сдал в фонд обороны Родины. День следующий. 26 ноября 1920 года. В этот день вышло обязательное постановление Камчатского областного исполнительного комитета номер 3964. Комитет постановил 1. Произвести учет находящихся у охотников, коммерсантов и кооперативов пушнины, предметов морского промысла и оленеводства. 2. Обложить скупленное коммерсантами и кооперативными организациями за означенное сырье особым налогом, согласно ниже приведенным ставкам, золотом рубле. Иншаллах! Далее приводятся ставки. Соболь – 10 рублей, Красная Лиса – 2 рубля 50 копеек, Сиводушка – 5 рублей, Бура и Медведь – 2 рубля, Выдра – 5 рублей, Росомаха – рубль, Белый Песец – 2 с полтиной, Горностай – 10 копеек, Тарбаган – 10 копеек, Белка – 5 копеек, Волк – 3 рубля, Белый Медведь – 25 золотых рублей. С дальнейшими цифрами, С полным текстом постановления, С полными текстами газетных публикаций, Вы можете познакомиться на моем канале сервиса Яндекс.Зен По ссылке в описании под роликом. Канал называется так же, как и этот канал на ютубе Камчатка с Александром Петровым. Да, это правда, это правда. Теперь посмотрим фотографию. Она была опубликована 27 ноября 1938 года в Камчатской правде. Эту фотографию сделал Гавриил Захарович Гайдукевич. И на ней изображены автомобили Горьковского автозавода, легковые автомобили М1, впервые пришедшие на Камчатку. Вот эта фотография. Смотрите. О пополнении учительских кадров в Камчатской области пишет 28 ноября 1939 года газета «Камчатская правда». Комплектование школ Камчатской области учительскими кадрами в 1939 году проведено значительно лучше прежних лет. К 20 ноября в область прибыли 196 учителей начальных школ и 127 предметников. Кроме того, Петропавловское и Тигильское педучилища дали в текущем году 29 человек. Таким образом, подводит итог Камчатская правда, районные и национальные округа области получили всего 352 учителя. Но это не точно. А на следующий день, 29 ноября, но уже в 1940 году, Камчатская правда сообщила об открытии новой воздушной линии. По инициативе депутата Верховного Совета СССР товарища Обухова в Карягском национальном округе главным управлением гражданской авиации создано авиационное звено. Недавно сюда прибыли два самолета и летный состав. 24 ноября произведены первые пробные полеты. Испытания самолетов дали хорошие результаты. Вознаименование десятилетия образования национальных округов с 1 декабря открывается воздушная линия. Я напомню, что 10 декабря 1930 года были созданы Камкарякской и Чуконской национальные округа, вошедшие в состав Камчатской области. Впоследствии Чукотка вышла из состава Камчатской области. Это было, если я не ошибаюсь, в 1956 году. Ну, во времена перестройки в свободное плавание пустилось коряки. Но, будучи не в состоянии выжить без белых людей, коряки запросились в состав Камчатки и были опять приняты. Здесь пытаются провоцировать провокаторы. В 2007 году Камчатская область и Калерский округ соединились в один Камчатский край. 30 ноября 1919 года в газете «Камчатский вестник» было опубликовано воззвание Тричта Петропавловского собора. Господа прихожане и горожане, Петропавловский православный храм нуждается в дровах и найме сторожа. Средств же не имеет. Отзовитесь, добрые прихожане, пожертвуйте, сколько кто может, на содержание вашего храма. Дающая рука да не оскудеет. И также 30 ноября 1937 года Камчатская правда сообщила, что 30 ноября и 1 декабря в Петропавловске устраивается ярмарка. Потребитель сможет купить мануфактуру, обувь, готовое платье мужское и дамское, пальто, парфюмерию, головные уборы, резиновые дамские боты, трикотаж, дамские полушубки и мужские, детскую обувь, детский трикотаж, ковры, дорожки. На ярмарку, пишет газета, приглашаются колхозники района со своей сельхозпродукцией картофель, капуста, огурцы, морковь, молоко, творог, яйца, мясо и другие продукты. Вот и закончился ноябрь. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится регулярно узнавать о том, что происходило на Камчатке в разные годы века минувшего. А если вы Абрамы родства непомнящие, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то вот эта подсказка в правом нижнем углу экрана разъяснит вам, что нужно делать для того, чтобы не пропускать новые ролики на канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова